И вот тут этот момент, знаете, как сказал как-то мне препод, что, допустим, не серый, а жемчужный. Да, то есть, это потрясающе. Но это же, понимаете, это родственное изменение отношений вообще ко всему. Но это же не получается, да, вот так вот, в повседневной жизни, да. Но, по крайней мере, по отношению к живописи это нам необходимо, потому что иначе мы не продвинемся. Когда ты поражаешься тому, какой оно потрясающе по цвету. Это мы должны, это обязательно, это прямо надо в себе, прямо это добиваться. Так, ну, давай там у нас архитектура должна быть, да, архитектура, наверное, лучше брать белую. Ну, естественно, что белая, она разная, да, там, если это закат, то она там какая-то тепловато-розовато. И в этом плане вспоминается известный живописец, да, советский, который вот украинский домик писал, вот, много-много вариантов, там, огромная картонка разделенная, да. Вот, действительно, да, то есть какая она, наверное, лучше давать все равно белую в кавычках, то есть в том смысле, что она должна быть достаточно, наверное, ярка, в данном случае быть неким ярким центром, да. Хотя мы можем ее попробовать дать и в тени, но с другой стороны, тут центр, да, то есть нам надо понять, что в центре будет работать. То есть должна быть некая знаковая, какие-то пятна, которые яркие работающие берут на себя нагрузку, вот так, да. Ну, в каком смысле можно сказать, как лидер, да, вот, такой вот, выступают, да, там, музыканты выступают, то кто-то должен быть в центре, да. Потому что если будет самый харизматичный, то кто там вдали за барабанами спрятался, да, а кто-то в центре никакой, то будет не очень интересно, да. Получается, что здесь должно быть нечто. Вот, но в данном случае из положительного, правда, что получилось, что две фигуры работают, как бы, на силуэт, да, то есть может быть некий силуэт настроенческий, да, ну, там, раз, там, немножко склонились, да, там, задумчивались, да, допустим, и вот тебе закат, значит, да, вот, как бы, размышления, а тут вот это, как бы, выразительным рисунком, да, то есть, получается, что в эскизах мы не можем думать о правильном рисунке. Мы должны заботиться о выразительном рисунке, чтобы он нам, ну, разговаривал, да, чтобы некая знаковость, некая музыкальность была. Это мы должны обеспечить, а потом ты можешь задуматься о правильности. Это очень важный момент, потому что иначе получается, что мы, я не знаю, как вы, но очень часто у меня было много ситуаций, когда я кажущейся правильностью гробил выразительность. Вот, через что мы к изобразительности должны гоняться, и не думать, что, ой, ну, наверное, так нельзя, сейчас меня заругают, здесь у меня неправильно все построено, пойду, открою материалы, ой, там архитектура вся вот такая-такая, все это не годится, построил правильно. Правильно построил, жизни не осталось. Вот, вот этот момент, он важный очень. Почему он важный? Почему нам очень сложно? Потому что, к сожалению, если мы беремся за образование в самом начале академическое по-серьезному, то мы же сами требуем прямо противоположных вещей. Кубик построил кривую, иди переделывай, линии толстые, иди переделывай, перспективы неидеальные, иди переделывай. Это мы почему делаем? Потому что, чтобы не вырастить, разгильдяясь. Потому что, с точки зрения вот этой вот выразительности, кубики должны быть кривые и косые, мы должны погрузиться в русское искусство 1910-20-х годов, там какой-нибудь фальк, там все... Но в этом тоже есть своя правда. И получается, что мы должны... Важен не подход, там, рисовать сухо и четко, или рисовать по-разглядяйски. Ни то, ни другое, не правильно. Мы должны лучшее собрать. То есть, если мы делаем композицию, то она должна быть живой. Если мы просто обеспечим нам сухость, то это будет казарма, да? Все построились и вперед. А если мы будем раздолбайски делать кубики, допустим, аргументировать тем, что мы же художники, мы должны, там, не знаю, мы не должны делать правильные художники, то тоже будет неправильно, да? Потому что, почему будет неправильно? Мы хотим, чтобы портреты у нас потом были выразительные, они будут все кривые и косые. Мы не сможем управлять линиями. Поэтому получается, что тут мы должны понимать зачем. И что от каждого этапа мы требуем лучшего. Потому что иначе у нас получаются проблемы. Мы сами сушим людей, мы заставляем их делать идеальную геометрию, и после этого они не могут делать эскизы. Они делают эскизы, которые, допустим, они пытаются делать правильно. У них там жизни нет. И вот это намного труднее добиться от людей. Их надо как-то расшевелить, чтобы они в эскизах видели жизнь. Для этого они должны очень много видеть эскизов других художников. Иначе они пытаются делать правильный рисунок. Естественно, ни о какой пластике, ни о какой музыке они думать не могут. Вот. Эти вещи надо понимать. Поэтому гигантская проблема взрослых людей расшевелить, делать эскизы композиции и вообще композиции. Это мега проблема. Если дети хотят делать композиции, то взрослый человек, он тебе лучше десять тысяч кубиков нарисует аккуратненько. Он же старательный. Он же старается. А художником-то он собирается быть или нет? Или он собирается быть иллюстратором, но чем-то как-то рисунок. Где искусство-то вообще? Поэтому, понимаете, почему мы любим так те произведения, в которых удалось добиться синтеза положительных качеств? Потому что они являют нам живой пример, потому что это возможно. Почему, например, такой потрясающий рисунок у Серова? Правда, Серова, когда он учился, он другой, конечно. Будем привести такой. Правильно. А потом он у него живой. Он не просто правильный, он живой, он артистичный. Конечно, мы должны в конечном итоге стремиться к рисунку, чтобы он был живой, артистичный. Помните, эти вещи надо очень хорошо понимать. Вот. Так вот, получается, что у нас здесь могут некие, где-то даже можно чистый брать, плавлять. Потому что, если ты в целом смешиваешь, то даже когда ты начинаешь толкать чистый цвет, он кажется, что он тоже смешанный. Просто он яркий такой. Вот. То есть, тут не вопрос в том, чтобы погрузиться в грязность такую умную. Нет, надо просто погрузиться в клевость именно оттенков. В клевость говорить, чтобы тебе там было хорошо. Вот. Но, естественно, что если представить, что мы нащупываем, да, то нам немножко может быть мало, да. Может быть момента, давайте я сразу буду воплощать, да. Чтобы эмоции начинают зашкаливать, и нам хочется там. А нам бы, конечно, поработать. Вот. Поэтому, по-хорошему, за этим должны исследовать более, немножко более, как бы, найденные вещи. Вот здесь наступает одна такая подмена. Человек кажется, что если более найденное, то он должен добавлять детали. Это не так. Если более найденное, нужно обложиться справочником о том, как правильно нарисовать. Ну, все, эскиз же сделали, да, теперь надо, наверное, они говорят, дальше прорабатывать. Вот здесь надо очень четко понять, что значит прорабатывать. И человек начинает свою работу сушить, добавлять детали, все выправлять по рисунку и делать вещь нулевой художественной ценности. Нет. Мы должны продолжать искать именно вот это художественное решение музыкальное. Какое? По пятнам. А что это значит? Это значит, что каждая линия, каждая черта, каждое пятно должны быть найдены на чувствах. Здесь ученик начнет тебе сопротивляться и говорить, я не знаю, как это, отпустите меня делать, срисовывать правильно с фоточки. Пожалуйста. Не можем мы этого позволить, не можем. Мы должны заставлять его искать каждое пятно на чувство, потому что, ну, иначе вместо поэзии он тебе напишет, не знаю, там, финансовый анчет, документ, инструкцию. Вот. А нам-то не нужна не инструкция, нам надо, чтобы было найдено. Понимаете? Поэтому мы должны заставлять его, чтобы это он все нашел. А как найдено? Ты же не можешь сразу найти. То есть, значит, тебе нужны варианты попробовать так, так, так. Этот момент очень важен. Если что-то непонятное я рассказываю, вы, пожалуйста, спрашивайте. Если оно неинтересно, вы кричите дальше и дальше. На словах понятно, только на практике очень сложно выйти из этого состояния, как не бить, не превратиться в эту сухость. В какой момент работают референсы? В общем, в этом процессе. Все время. Ну, просто понимаете, как референсы? Мы не должны их губиотизм привыкащать, да? Да, да. То есть, мы должны на них поглядывать. Понимаете, референсы создают некое... Вот они везде, да, ты обложился, там все стены обклеил. Ну, то есть, они тебя настраивают, да? Ты же там как будто уже гуляешь, да? И вот в этот колорит ты уже смотришь. Ты даже не очень ходишь. Ну, то есть, условно говоря, если вот таких штук сделать очень много, обклеить ее все стены, ты даже не хочешь, ты будешь все равно этим колоритом мыслить, да? Ну, как, не знаю, там, человек погрузить его в иностранный язык, он начнет там по-французски мыслить. Да, то есть, про тюрьму композицию лучше в тюрьме прямо не садят, чтобы было, ну... Ну, я боюсь, что там просто не дадут работать. Не, ну, это-то понятно, я так попринял. Там, знаете, один товарищ писал из тюрьмы, через интернет. Там он завален портретами и какими-то рисунками, завален заказываниями. Ну, это он не сам не выбирает, то есть, заказчики не просят. То есть, возможно, что действительно нужно погружение в среду, ну, то есть, в идеале, да, то есть, вы пошли и сделали идут на месте. Но просто это не всегда получается, нам надо максимально к этому приблизиться. Ну, можно вспомнить Жульверна, которая, вроде бы, никуда не выезжала из своего городка. То есть, он там все это делал, сидел в каком-то маленьком французском городке. На тот момент погружение, важное погружение, все равно оно, все равно через чувства, не только через мозги. Это не значит, что нужно мозгами совсем не пользоваться. Просто они не должны давлеть, это не значит, что нужно делать просто разгильдяйство и все, нет. Но они не должны давлеть и не давать нам чувствовать цвет или композицию. Не должны в этом смысле давлеть. То есть не должна быть сухая рассудочность. Так вот получается, что нам надо таких эскизов сделать энное количество. Здесь очень сложно заставить себя работать. То есть бывает, что ты хочешь сразу воплощать. Вот этот момент сложный очень. Он всегда очень легко идут преподавателями, потому что дни их работы. Ну они не привязаны, естественно. Они обычно берут тебе твою композицию и показывают, как можно вот так, вот так, смотри смело, широко. Не знаю, что они так работают у себя дома. Потому что это не их работа, да. Естественно, они к ней не привязаны, и они в этом плане чувствуют себя свободно. А когда им самим надо, то тут у них тоже, ну как. Но тем не менее, все равно, вот эти вещи все рассказываются, они должны рассказываться более подробно, менее подробно. Сейчас мы просто пытаемся сымитировать некое, прямо на пальцах объяснить вообще, разжевать. Обычно так не делается. Но не делается почему? Потому что в учебном заведении обычно все вокруг сидят и делают то же самое. Вот. Там возникает вот такая ерунда. То есть ты должен, делая очередную эскизу, продолжать искать. Поиск был. В целом. Я вот сейчас уже на себе вовлю, что вот мне хочется, ну вот там, просто сюда вот прилипнуть к мелочам. И давай, ну ты вывел, да, арочку, да, вот это. А ты в целом-то смотришь, что ты делаешь? Ты правда не чувствовал вот эту вот зафигачиварку или нет? Надо себе сказать. То есть ты каждый, ну, должен начувствовать. Вот такую или такую, да? Или более прямую. Это важно. Потому что мы когда идем учиться рисовать, нам эти вещи заранее никто не объясняет. Мы ждем, что нам скажут, как правильно, да? Но как правильно, это вот, чтобы работа вот эта вот делалась, да? Производилась. А, ну и правильно, если сделать предварительный рисунок, там поиска никакого не будет, как раз. Композиционный рисунок, там проблема не только в этом. Если мы предварительно, и там обалденно найдена композиция уже на уровне карандаша, это хорошо. Но просто когда там множество маленьких кусочков, ограниченных линиями, ты начинаешь их закрашивать, то мне, например, очень сложно на калорит настроиться. То есть, ты начинаешь мыслить вот дискретно. А калорит, а калорит же это все-таки вот взаимопроникающее, да, вот нечто. А так возникает быстро, ну, множество маленьких, такая феодальная раздробленность германии. Вот. И вот получается, смотрите, какая штука. Вначале легко бывает вот это вот. Ну, в целом, когда ничего нет. Дальше, как только более четко, все, вот этот поиск исчезает опять. А потом, когда человек начинает увеличивать, вообще мегапроблема. То есть, при увеличении всегда портится композиция, это надо знать. Ну, почти всегда. То есть, увеличить с эскиза, сделав не хуже, это сверх проблем. Почему? Потому что в маленьком все равно ты мыслишь в целом. Ну, другое дело, что мы можем, конечно, считать хорошим произведением там, где все как живое, все тщательно прорисовано, тогда мы ничего этого не поймем, что измечить сделать хуже. Вот. Как рекомендовать писать метровыми кистями? Нет, это другой способ. Специальные очки, которые все очень сильно уменьшают. Представляешь, так, и все, у тебя головы холд, а ты снимать пистолет водный, да, там, совсем никого не там. Кто-то с нас в камере соль-то и видел специально. Нет, ну, кстати, мы, кстати, давайте бинокль используем, когда мозаику делаем. Обратно, да? Обратно, да. И мы его специально смотрим. Это очень хорошо. Потому что иначе не видно. Тебе, что большие... В советское время просто не идешь в оптику, там можно было купить отдельное стекло. Я не знаю, как сейчас. Допустим, минус пять. Раз. А так мы эту стремянку забираем, все это бинокль смотрим. Очень важно просто так, понимаете, как, вот этого никогда не бывает слишком много, вот этих вот моментов. То есть, как-то там это стало. То, что тут именно не просто, чтобы там, ну, не было каких-то грубых ошибок, еще чего-то, а чтобы ты работал с тем, как это в целом. То есть, тебе надо работать, а ты себе отвечаешь, а я не знаю, как должно быть. Конечно. Поэтому ты должен сделать массу, и среди них случайно получится, с тобой нечто произойдет. То есть, произойдет, неожиданно произойдет клевый. Ты должен сделать массу нормальных, чтобы случайно случился один клевый, который не совсем твоя заслуга, можно сказать. И тогда вот это вот да. Но ты должен потрудиться перед этим, да? Этот момент, он, я не знаю, как у вас, но очень часто. Надо сделать такой клевый, чтобы при увеличении он стал более-менее нормальным. Надо сделать очень клевый, получается. Взять планку души. Там просто, когда увеличиваешь, надо контролировать, что ты делаешь. Потому что, когда человек увеличивает, он впадает в безумство. Он не врубается, например, что он приблизил камеру, когда он увеличивает. Когда человек увеличивает, если даже на тюрморту мы пишем, мы делаем эскизы, потом начинаем переносить на большое. Мы, во-первых, забываем, что мы переносим с эскиза. Где эскиза? А он там. В сумке. Вот. Или там. Вы знаете, я, перенося с эскиза, понял, уже перенося, я понял, что у меня все не так. Когда я рисовал на тюрморта, я не понимал, что у меня все не так. И поэтому я теперь рисую самого на тюрморта. А где композиция? Не, ну здесь же у меня более правильная бутылка, правильного размера. А композиция на него полетела. Потому что при всей вот этой вот неправильности, она с ним там случилась, композиция, да? А здесь не случилось, потому что он стал действовать здесь чувство долгое, но он забыл об остальном. А, должен быть синус. Но это про натюрморта. То есть, получая ситуацию натюрморта, он должен, грубившись, что все неправильно, сделать новый эскиз. Повторив то клевое, что в эскизе было, и, ну с учетом вот этих вот вещей, что-то, оказывается, там бутылку полтора раза больше. А он начинает, он же знает, что ругать будет, если плохо построено. Он, естественно, начинает спасаться как-то. Спасаться как? Через то, что он правильно бутылки рисует. У него камера приблизилась, композиции нет, зато вот там соотношение правильное. Вот. А в нашем случае у нас нет этого, да? То есть, мы должны эти соотношения искать на чувства. Вот. Но ничего плохого-то в этом нет. Просто иногда бывает, что кого-то легче расшевелить. Очень легко расшевелить людей, у которых плохой рисунок. Очень легко. Часто бывает, плохой рисунок, значит, прекрасная живость. Может быть, тогда надо обучение в живописе начинать? Не совсем, потому что получается так, что если мы берем художественные произведения разных народов, то вот как он, знаете, как искусство развивается, но в то же время искусство не развивается. Одновременно это правильно. Так вот, если мы возьмем художественные произведения разных народов, там все-таки контур пятен играет первостепенные. Мы возьмем великие произведения, но уменьшим их до размера открытки, почтовой марки. Все равно будут работать. Там же не будет тонкостей, да? Как сказала одна звукорежиссер, она ходила к нам в студию, а сейчас она где-то в Австрии звукорежиссерит. Она сказала, что если хорошая работа звукорежиссера, то вот это музыкальное произведение, играющее, ну даже совсем плохих динамиков, оно будет работать. То есть хорошая картина, она не обязательно должна, чтобы ты понял, что это хорошая картина, ты не обязательно ее должен увидеть вживую. И все это богатство звуков и оттенков, это самое, не спать, не спать, не спать. Надо как-то у нее побольше рисовать, поменьше разговаривать. Вот. То есть она уменьшенная до размера знака, должна работать. Картина уменьшенная до размера знака, должна работать. Этот момент очень важен. И поэтому рисунок. Рисунок это никогда там правильно вставленная, там, рука, автовище, это уже все частности, нет. У Матисса тоже рисунок. И там, не знаю, искусство там мозаики, там, Софии Киевской, где там анатомия, но она относительная. Они выразительные, да, все равно там контуры есть. Ну и плюс работа с цветом, да, потому что камушки там работают. Вот. Поэтому получается, поэтому рисунок. То есть все эти ужасы с рисунком первых лет, несчастье вот эти все, они связаны с тем, что нам надо, чтобы человек рисовал выразительный контур, офигенский. И получается, что он может его потом реализовывать, как, не знаю, как раннее средневековье, чуть-чуть подкрасиво, уже работает. А может, не знаю, там, как живут с 19 века, где все идеально прописано. Но работать, в первую очередь, будет основной. Именно поэтому рисунок, а не потому, что надо уметь рисовать кубики. Вот. Но почему нужно обязательно делать композиции с первых же моментов? Потому что иначе произойдет засушка. Человек сохнет, он тебе не делает композиции. И все. Он сохнет на рисунке. Делает только рисунок. Он сделал идеальные маленькие натюрморты. А жир весь у него не развивается. И он это откладывает. И все. И он себе помогает дальше сохнуть. Потом ты его, ну, ты его должен расшевелить, не знаю, по-частью, ты должен рядом с ним оказаться и его произведение вот так вот грубыми носками перемазать, чтобы он для него что-то переключилось. Говорил, он понял, что, а, оказывается, так можно. То есть, не значит, что нужно так же, как вот аккуратные маленькие натюрмортики карпетить. Получается, что здесь, в искусстве, в учебных вещах есть взаимо, как бы уравнивающие друг друга, ну, как стихии, что ли, да? Если мы одну из них уберем, плохо. Почему говорится, пишите этюды, вы пишите этюды, пишите. Потому что это же близкая, да, тема. Вот. Но это очень сложно, у людей раскачегарить бывает вначале. Поэтому обязательно надо это делать. Обязательно. Продолжение следует...